Алё! Вы продали бракованную собаку! У неё стали огромные когти! Привет, дорогие друзья! С вами снова Духмама Аня и Чихуакуа Софи! Буквально раз в день, а то и чаще, вконтакте или на канале в комментариях, нас просят снять видео, как уговорить родителей купить собаку! Поэтому мы наконец-то решили сделать это видео! Это очень здорово, что вы любите животных и особенно собак, но, к сожалению, в данном случае одной любви недостаточно! Так что, прежде чем произнести... Купи, пожалуйста, мне собаку! Конечно, у всех есть собаки! Задайте себе десяточку очень интересных вопросов! А я вообще в курсе, как ухаживать за своей собакой? Чем и как её кормить? Как стричь когти? Как мыть и так далее? Что? Я же тебе вчера хлеба дала! Мам, вы продали мне бракованную собаку! У неё стали длинные и огромные когти! А вы не пробовали их постричь, как мы рассказывали вам, когда вы покупали у нас щенка? Чего? Понимаю ли я, как воспитывать собаку, чтобы она не лазила по столам, не таскала еду, не ходила в туалет дома и не гавкала бесконечно на прохожих? Аня, твой щенок написал папе в левый ботинок и накакал в правый! А с кем останется этот маленький щеночек, когда я пойду в школу или гулять с друзьями? Мам, я гулять! А я на работу! А я в магазин! А чья собака? А если моя собака заболеет, что делать? Куда идти? Алё, ветклиника? У моей собаки блохи! Ну, закупи специальное средство от блох и обработать свою собаку! Ой, ну понятно! А захочу ли я ползти с ней на улицу гулять в дождь, слякать или мороз? Аня, твоя собака только что сделала на мой дорогой ковер! А я вообще знаю, как дрессировать собаку, чтобы она меня слушалась и понимала, что я от нее хочу! Прыгай! Чего? Я не поняла! Умывайся! Чего ты хочешь от меня? Ну, ты умеешь вообще делать что-нибудь! Гавкай! Давай, гавкай! Я не понимаю тебя! Играй! У нас какая-то неправильная собака! Почему ты не играешь? Ну, а ты меня научи! Я что, что-то делаю не так? Готов ли я терпеть первое время какашки щенка и учить его ходить в туалет? Какашки? А если я ела? Готов ли я не один раз, а пару десятков раз объяснять ему и учить его, что лаять просто так, это только раздражать соседей? Замолчать, замолчать! Ты можешь? Можешь, замолчать! И вообще, есть ли у меня время, чтобы заниматься своей собакой столько, сколько ей потребуется? Представляю ли я, что это такое вообще иметь собаку, кроме как играть с ней и фоткать ее на телефон? Готов ли я много читать и смотреть видео, чтобы правильно заботиться и нормально воспитывать свою собаку? Мне надоелось только читать и постоянно смотреть эти полезные видео! На большинство этих вопросов даже сейчас у себя в голове вы ответили? Конечно! Поэтому теперь нужно повторить эти вопросы 10, а то и 100 раз, чтобы ответить на них предельно честно! И самый главный и, казалось бы, несерьезный вопрос, готов ли я лично к тому, что вот этот вот миленький пушистенький щеночек превратится в собаку? Тогда я заведу себе маленькую собачку, по крайней мере, она не вырастет! Вырастет! Как и вы, собака развивается морально и растет физически! Просто порой ребята не думают так далеко и разочаровываются, когда собака становится взрослой! А за временем в некотором становится лень с ней заниматься, ходить, гулять! И кому это все остается? Правильно! Родителям! Которые, в принципе, то и не хотели собаку, это вы уговаривали купить ее, а теперь все осталось на них! Фи, посмотри вниз! Ага, смотрю, что, где? Я имею ввиду совсем вниз! А куда вниз? Вниз, Софи! А, вниз? Ух ты, что это? Не знаю! Что это такое, мам? Светящийся мячик! А зачем нужен светящийся мячик? Играть в светящийся мячик! Кидать и бегать, а он светится! Сейчас покажу вам! Не светится! Сейчас, мам, а он не светится! Сейчас, раз, и... Он опять не светится, мам, ну! Смотрите, светится! Сейчас ты кинешь, он погаснет, так, ну, мне интересно! Наоборот, его кидаешь, он загорается, смотрите! Вы живете в семье, они сами по себе, и у вас сейчас еще такой возраст, когда серьезные решения принимаются вместе с родителями. И тут папа и мама против! Очень часто, когда мы чего-то хотим, мы думаем только о себе. А теперь давайте подумаем, почему родители могут вам отказывать? Итак, первое. Возможно, у ваших родителей есть реальные жизненные веские причины вам отказать. Слишком мало места, маленькая квартира и максимум, кого можно завести, так мини-чихуану и некому приглядывать за ней, пока все на работе, а вы в школе. Не достаточно денег на покупку и содержание, породистые собаки дорогие, а на их содержание, кормление, лечение требуются деньги. Беспородную можно взять и в приюте, но ее нужно кормить, лечить и играть с ней. В конце концов, соседи ненавидят собак и будут вас вечно терроризировать, если вы не научите ее вести себя нормально, и она будет бесконечно лаять, и папа и мама этого тоже не хотят. Мы с Софи, конечно же, понимаем, что все эти аргументы вам служить не хочется, но, к сожалению, это правда жизни, и ее нужно просто принять. Если у вас недостаточно места, времени, средств и возможностей, лучше пока не заводить собаку. Второе. Если есть средства, места и деньги, то очень часто родители отказывают, потому что не знают, что такое собака. Или наоборот, знают много и осведомлены, что она требует времени, внимания, заботы и так далее. Или они видели злых, дурных собак и не хотят такое же к себе в дом. А кто захочет? А теперь поехали по советам! Вам нужно многого научиться, читать много про собак и смотреть видео, чтобы уметь объяснить, что собака это не просто игрушка, а адекватная собака приносит в дом счастье. Например, рассказать, как общение с собакой влияет на развитие ребенка. А вы знаете, что сказать об этом? Многие специалисты советуют отвезти родителей на выставку, на дрессировочную площадку, дать им почитать интересную статью про собак, сходить в гости к кому-нибудь, у кого есть собака, показать, например, какое-нибудь видео, да даже это видео, и, возможно, они задумаются. И лично мой совет. Когда вы говорите родителям «хочу собаку», для них это звучит очень абстрактно. Это как «хочу то, не знаю что». А вы попробуйте выбрать конкретную породу для себя и рассказывать, делиться с вашими родителями о преимуществах этой собаки для вас и вашей семьи. На самом-то деле все гениальное просто. Вам нужно показать своим родителям, что вы действительно готовы, что вы много знаете о собаках, что вы взяли на себя эту ответственность, что вы знаете, что вас ждет в будущем, что вы настроены серьезно. Вы хорошо себя ведете, неплохо учитесь и много знаете о собаках, и самое главное, продолжаете развиваться в этом направлении. Без выходных ситуаций не бывает, даже если у кого-то в семье аллергия, есть гипоаллергенные породы собак. Кстати, а вы знали об этом? Так что шанс есть всегда! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Хочешь вкусняшку? Конечно, я хочу вкусняшку. Подожди секунду, я слезу. Я могу потанцевать. Я тоже хочу вкусняшку. Эй, ну что ты толкаешься-то хам какой-то, ты не брат. Не хам, я брат. Давай я еще раз потанцую, ну давай, давай, я танцую, ну мам, ну давай. Тоже буду вкусняшку, Софи. Ну, Иван, ты даже танцевать не умеешь. Нет, умеешь. Нет, не умеешь. Все, ты мне надоед. Тогда можно я попросил тебя? Нет, ну вообще. А, я кажется, понял, что я не могу иметь собаку, потому что я не умею заботиться о них. Так что, Софи. Да, Иван, я поняла, только суть в том, что ты сам собака. Точно. А, боже, Иван. Поэтому мы наконец-то решили сделать это видео. Но на самом деле это очень... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok